всем привет меня зовут серёга литовец и вы на канале мошенники звонят по телефону ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на наш канал пишите комментарии это помогает продвигать наш канал вверх а сегодня у нас горячий кавказский парень мага будет делать шпили-вили мошонкам а меня зовут алексей дрозов при этом познакомиться магомед магомед я вам звоню вопросы вы интересуетесь сигналами по высокоброходным активам и персональной консультации по онлайн-торговле правильно интересовался как торговля онлайн да да на бирже на бирже на межбанковском рынке интересовался да да все верно магомед хочу предложить мы можем с вами сегодня созвониться попозже либо созвониться а завтра в течение дня пообщаться на эту тему то есть я вам звоню чтобы подготовить время для вас я и буду ладно подскажите завтра будет свободно так сейчас можно говорить сейчас сейчас свободны свободны а прекрасно магомед в общем звоню по такому вопросу вот вы опыт вообще в этой сфере имеете какой вы имеете ввиду сфере ну я имею ввиду в финансовых рынках опыт имеете не имею а то есть до этого не торговали да так 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 я понял то есть вы новичок в этом управлении магомед а вам сколько лет подскажите на 49 а 49 я понял смотрите магомед что я хочу предупреждать так слышали вообще о том что на финансовых рынках будет торговать на айси и криптовалюте и так далее так ты я слышал вот сами хотели бы что-то поучаствовать в этом направлении ну интересно как там интересно согласен слушайте магомед эээ сервера предоставляет возможность торговли и заработка в этом направлении магомед а скажите вообще я так понимаю если интересуетесь заработком значит на основной работе ну не особо хорошо дела идут да так как нормально хорошие дела там а нормальные а вы кем работаете ну это разве важно для этой важной важной для вывесной магомед ну смотрите честно скажу честно скажу тихо да честно скажу в этом направлении в этой встрече по которой я вам звоню эээ можно хорошо зарабатывать вот магомед вот я и хочу хорошо зарабатывать что как-то заработать а вы зарабатываете плохо что ли все нормально почему зачем так ну я понял магомед так если хорошо зарабатываете если деньги ваш заработок вас устраивает вы мне подскажите зачем вам тогда еще один заработок за деньги они же лишними не бывают а а а я понял а вот так красиво так по всему такая цена а заработка что было туда и сюда магомед а так вот вы сказали что интимировались тракциями правильно акции ну какие там надо я знаю что акции так хорошо магомед а вы хотите уже инвестировать в этом направлении или пока только изучать но хотите зарабатывать или изучать я же как хочу зарабатывать или изучать сферу хотите ну а как надо делать то вы скажете ну а ведь там формат работы простой вы приходите в сферу активируете свой торговый счет то есть пополняете счет деньгами покупаете деньги ну финансовые рынки смотрите чтобы что-то продать смотрите в сфере очень все просто вы что-то покупаете подешевле продаете подороже угу так но чтобы продать по дороге нужно за что-то купить правильно ну почему ну как почему почему это должно быть правильно ну что подождите ну и вот допустим я думаю когда машину на перепродажу покупаете машину ну да покупаете машину на перепродажу ну да да покупаете машину зарабатываете сферми Да, конечно. Вот. И в этой цели точно так же. Только вы вообще не физически покупаете, а покупаете контракты. Что? Симфти контракты? Да, симфти контракты. Я понял. Контракты на разницу сен. Пока нет. Да. Вы себя вообще в сторону сматриваете? Молодцы, чтобы купить. А, вы хотите именно спотовый рынок? Один к одному? А, конечно. А, а сихди не рассматриваете для себя? Я не разбираюсь. А, не разбирайтесь. Я понял. Магонет в общем и целом. Симфти контракты. Угу. Так. Терест, конечно. Алло. Вы пропали куда-то. Я не слышно ничего. Алло. Я не слышно ничего. Вот оно не слышно сейчас ничего вообще. Алло. Алло, да. Вот оно не слышно было ничего. Вы говорили, а я вообще не слышно ничего. Ну, я тоже. Смотрите. Да. В целом. А, то есть, в доме, в среде контрактов, отличается от торговли на спотовом рынке следующим моментом. Да. Ну, в среде, ваше потенциал заработать денег. Потому что вы, потому что, смотрите, на рынке цена меняется несколько раз в минуту. Понимаете? Да. Ну, я понял. И на рынке с этой цены мы можем с вами зарабатывать. Так. Интересно. Было бы интересно. Вот, Маганед. Такое направление интересно вам? Конечно, интересно. Ну, хорошо, Маганед, расскажите, вы для себя, вот вы интересуетесь этой сферой. Вы для себя вообще, ну, какую сумму дешевле птицы рассматриваете? Ну, никакую. Как? Я же не раздорван. Так, а разбираться надо, что-то есть. Подсказать надо. Надо разобраться. Подсказать. Вам сразу надо разобраться, а потом, потом начать работу, правильно? Ну, почему так же? Ну, а как? Ну, это, конечно, оно. В общем, Маганед, смотрите, а семья у вас вообще как, большая? А зачем? Просто вас спрашиваю. А. Интересно. Большая. А, слушайте, наверное, слушайте, вот, вы говорите, вам просто интересно, это направление, да? То есть, интересно, сфера инвестиций, акций, там? Интересно, вот, это акциями попробовать, это что за акциями интересная, что это такое? А, то есть, хотите просто попробовать? Ну, не просто, просто тоже, не просто, что-то. А? Ну, не просто, а как тогда? Ну, как там, бежевики вот этого делают, они там, я не знаю, я же не разбираюсь, понимаете? Как вас зовут, вы сказали, Тарас, как вас, Багман, как вас? Алексей, Алексей, меня зовут. Ну, а я же не разбираюсь, ну, как-то. Ага. Давайте так, Магомед. Давайте. Давайте будем, начнем с вами разбираться. Давайте. Смотрите, Магомед, давайте завтра вам наберу. Давайте, сейчас. Минуты 10 времени. Нет, сейчас, у меня сейчас время есть много. Завтра сложно? Ну, Магомед. Сейчас не надо. Магомед, у меня просто рабочий день заканчивает, и через 9 минут. Магомед, давайте. Да до 6 еще, ой, много, сейчас. 17-20 еще только, до 6 еще 40 минут. Так я вам по Москве звоню. По Москве? Ну, я же вам из Москвы звоню. А, а откуда из Москвы-то, я же будем не говорить. Нет, я из Москвы вам звоню. У меня офис, как сказать, моей компании, вот компании, в которой я работаю, находится в Москве, и я вам звоню из Москвы. А, а какая компания это? А, Метатрейдер 5. Магомед, смотрите, давайте так. Это компания, компания называется Метатрейдер 5? Ну, мы торгуем через этот торговый терминал. А компания как называется-то? Магомед, компания? Магомед, компания Лаймфэкс. Магомед, слушайте, я вам вопрос. Лаймфэкс? Да. Да, да, да. А-а-а. Я вам вопрос. Привет, передавайте привет от Магомеда Сергею, там Сергею у вас есть. Сергею? Какому Сергею? Ну, у вас работает Сергей, он меня знает. Просто скажите, привет от Магомеда. Ну, тоже на телефончике он. Ну, не знаю. А, давно с ним общались? Давно. Давно. И как? А почему не начали работу вместе? Ну, были там разные причины, там, туда-сюда, там, делюга, там. Разные. Форс-мажор. Серьезно? Конечно. Ну, а так как мы готовы уже начать работу, да? Конечно, а как же? Посмотрите, а Сергей Ибрагимов, да? А фамилию не знаю, фамилию не помню, не знаю. Такой молодой человек, молодой человек. Я понял. Ну, меняется ли, что Алексей Дроздов, просто Дроздов. Алексей. Я понял. А, Магомед, давайте, давайте как? А, ну, секс, не нравится. Можно с вами созваниваться, Магомед? Ну, я знаю. А вы, вот, в Москве-то по какому адресу-то? Я уже не помню, он говорит. По какому адресу наша компания находится? Ой, у нас Преснянская набережная, 12, Северная башня, 26 этаж. Я понял. Какая набережная, я прослушал, она? Преснянская набережная. Преснянская. Преснянская набережная. Преснянская, я помню. Да. Вы давно в Москве-то живете? Да. Ну, сколько лет? Ну, 27. Ну, я понял. Нормально. Черт. А вы? А я в Москве не живу, я в Вологде живу. Вологда. Серьезно? В общем, ладно. Знаете, где город Вологда? Вологда. Знаете, где город? Вологда. Вологда. Ага. Там река еще есть Вологда. Большая такая река, старинная она. С 14 века она там включет. Знаете, где? Знаете, где город? Не знаю, не знаю, честно. Я понял. 7 лет в Москве живет, не знаете, где город. Понятно? Понятно. Да. А вы, это, ну, понятно, что из Москвы. А вы из какого города сейчас звоните мне? Ну, понятно, что из Москвы. Ну, вот. Я вам звоню по корпоративной связи. Понятно, я сейчас. А ты не поняли, я понял. А вот из какого вы мне города звоните? Ну, понятно, что из Москвы. Просто, может, вы другой какой-нибудь город сейчас назовете? Ну, вдруг. Ну, интересно просто. Нет, из Москвы. Ну, ладно, ладно, ладно. Я думал, скажете, хоть другой город. Не, ну просто интересно. Ну интересно, с какого города сейчас. Раньше-то понятно откуда, а сейчас интересно откуда. То есть, раньше ясно откуда звонили, а вот сейчас интересно откуда. Я из Москвы вам звонил. Не, ну ладно, ладно, я понял, хорошо. Сергею привет. Да не, ясно, что, нормально. А как давно общались с Сергеем? Может он уже уволен? Я думаю, да. Я думаю, он уволился. Это было давно. Ааа. У нас вот я общался, парень в офисе работает, Серега. Сергей Брагимов. Ну я не знаю. Может, Сергей Брагимов. Не знаю, как-нибудь. Ааа, я понял. Магомед, вы слушаете, а так и завтра тебе созвонимся, пообщаемся. Ну конечно, только вот в это время я могу, я не могу раньше. Хорошо, договорились, в это время будем. Хорошо. Оставайте, на связи. Да, хорошо, конечно, конечно. Ну. На связи, да. Да, договорились. Всего доброго. Да, до свидания. Да, счастливо, Магомед. До свидания. До свидания. Алло, Магомед. Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Это Алексей, как ваши дела, Магомед? Супер. Вчера, вчера с вами созванивались. Созванивались. Ага, хорошо. Так. Ну, вот, разы помните, на тему финансовых рынков обсуждали с вами. Да, я помню, я помню, хорошо. Вот, ну как у вас там вообще обстановочка? Обстановка супер. Супер? Слушайте, вот интересуетесь таким видом заработка, да? А вы вообще от этой сферы чего хотите? Я хочу счастья. И беда получше. А в чем заключается ваше счастье? Это хороший вопрос. Это сложный вопрос. Ну, вы знаете, смотря у кого какие цели. Может, у вас какие-то, знаете, вот для меня, когда я начинал в этой сфере, для меня было счастье отдать, отдать непосредственно мои заемные средства, мои кредиты. А вот для вас, что для вас счастье? Вот, к примеру, что для меня было счастье. Ну, отдать тоже, вот эти, отдать куда-нибудь, отдать обратно, отдать. В смысле? Заемные средства отдать. Отдать заемные средства, отдать их. Заемные средства? А, да, я же говорю, да, отдать. А у вас, у вас долги есть? Конечно. А какие, в банке, в кредиты брали? Конечно. Да, обязательно, оказывается. Алло. Ну, смотрите, а на какую сумму у вас вообще кредитации? Зачем? М? Зачем? Ну, просто смотрите, Магомед. Ага. А сфера, сфера финансовых рынков может вам помочь решить эту проблему. То есть заработать деньги здесь, заработать деньги здесь. Вы можете отдать ваши кредиты и решить вопрос в вашем состоянии. Я понял. Я понял. Нормально? Нормально, да, можно, конечно. Хорошая, ну, нормальный расклад, в принципе, схема хорошая, рабочая. Ну, знаете, Шавкат, на самом деле, все будет зависеть от вас. То есть, как вы будете отправить качалки, как вы будете работать с экспертом. Ну, понятно. То есть, смотрите, а вы вообще в целом, ну, как бы оставили свои данные по данному направлению? Ну, вы вообще серьезными намерениями пришли в это направление? Конечно, а как же, ну, я серьезный. Я понял. А сами чем занимаетесь? Ну, я сейчас с вами разговариваю, в кресле чужу, в кресло-качалка. В кресло-качалка. А-а-а, я понял. Слушайте, а я имею в виду, ну, данные сферы рассматриваете больше как дополнительный источник дохода или основной? А чем отличаются вот эти вот две сферы? Какие? Ну, которые вы назвали. В смысле, чем отличаются? Что вы имеете в виду? Ну, а как рассматривать их? Каких? Основные или неосновные? Как вот рассматривать? Ну, смотрите, сферы финансовых рынков, то есть, это инвестиции. Так, да-да. Смотрите, данную сферу можно использовать больше как даже дополнительный источник дохода. Ну, вот пускай будет так она, конечно, пускай так будет хорошо. Ну, вот представьте, вот как пассивный источник дохода можно использовать. Пускай пассивный. Вот знаете, в дополнению к вашему основному заработку. Я вообще пассивное все люблю. Такое, чтобы оно пассивное было. Пассивное? А, да-да. А сами вообще чем занимаетесь? Ну, я сейчас с вами разговариваю, но вот как же. Ну, я имею в виду по заработку, то есть, в какой вашем деятельности, в какой сфере вы профессионал? Я техник-технолог. А, вы техник-технолог, а в каком направлении? Ну, как в таком, в техническом, ну, а в техническом, так вот. Ну, знаете, можно быть техником-технологом в поварском деле, можно быть техником-технологом в инженерном, строительном и так далее. Вот вы в какой сфере? В инженерном. А, в инженерном? А что проектируете? Или не проектируете? Обслуживаю я. А, обслуживаете? Что обслуживаете? А зачем? Что? Зачем? Ну, а что обслуживаете? Мне интересно просто. Да, интересно. Пулковская обсерватория. Что? Там радиотелескоп обслуживаю я его. Номер 128. Телескоп? Радиотелескоп. А, радиотелескоп, слушай, это что такое? Ну что, в самом деле параллельческая большая ручь. Ага, ага. Я понял. В общем, касаемо финансовых рынков, смотрите, люди сюда приходят не просто так, а для того, чтобы что-то заработать. А, да. Я так понимаю, ну, как бы финансовое состояние не очень хорошее. Не особо хватает техника-технолога. Ну да, да, не очень, конечно. А сколько зарабатываете в целом? А зачем? Ну, честно вам скажу, чтобы понимать, какое предложение вам сделать. 100 тысяч рублей. Смотрите, Магомед, просто какая ситуация. Вот, допустим, представьте себе ситуацию. Я могу вам предложить зарабатывать и пассивно составить инвестиционный портфель на 50 тысяч долларов, на 8 тысяч долларов. Ага. Магомед, вот для вас какая сумма вообще, ну, в целом приемлемая? Ну, давайте на, не знаю, на 100 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей? Да, давайте, да. Ну, это где-то 1200 долларов, да? Ну, я не знаю, какой сейчас курс-то. Я не в курсе. 89. 89, да? Ну, да, если я не ошибаюсь, то среди информации, которую я смотрел, 89. Ну, пускай будет точно всего 100 тысяч рублей, да. Ну, что, правильно? Я не знаю, правильно. Я понял. Ну, хорошо. Так, по итогу, по итогу, вы данную сферу, ну, понимаете, что строится сфера в рамках... Ага. ...строится следующим образом. То есть, вы что-то покупаете подешевле, продаете подороже. А, ваш заработок, это, как в карате, сэссен? Да. Я понял. Вы на громке смотрите, что-то плохо слышу вас. Я его слышу, достаточно неплохо. Руки заняты. Ну, вот. Ну, вот, смотрите, касаемо того, что я предлагаю. Вы можете рассмотреть для себя больше как пассивный источник дохода, либо же для себя больше как постоянный источник дохода. То есть, вы будете ежедневно заходить в сделки на краткосрочной основе. Это называется трейдинг. Давайте постоянные лучше. Ну, какая будет. Постоянные? Ну, да. Ну, хорошо. Хорошо. Я вижу, вы человек серьезный. Слушайте, вы банком... Клиентом какого банка являетесь в данный момент? Сербанк. А, Сбербанк? Угу. Понял, я понял. Ну, хорошо, смотрите, у вас визу или по Мастеркард? У меня Мастеркард. Мастеркард. Ясно. Ну, смотрите, если вам в Москве устраивают в плане работы, то есть, что вы будете работать с экспертом, с аналитиками... Ну... Так я пока не понял. Что непонятно. Ну, сколько... Какая... Что надо делать для этого? Ну, смотрите, вы сказали, что инвестиции рассматриваете 100 тысяч рублей, правильно? Конечно. Ну, смотрите, мы с вами в данный момент, вы плачете свои финансы на ваш брокерский счет, и с него уже будете торговать. То есть, ваши финансы будут выводиться на межбанковский рынок, а с вами будут связываться эксперты и аналитики, которые будут вас обучать и направлять в плане торговли. А-а-а, я понял. Вот и все. Ну, я понял, да. Не, ну так бы, как бы, можно попробовать, что ли? Можно попробовать, да? Как бы, я же не просто разбираюсь. Ну, хорошо, слушайте, если вы готовы... Магомед, ну, если вы готовы начать, можем тогда приступить к работе. А как приступить к работе надо? Что это такое? Ну, в смысле, я вам только что объяснил. Мы с вами активируем ваш брокерский счет, торговый счет. Активируем? Да, то есть пополнить торговый счет. А, я понял. К вашему счету имейте доступ только вы. Открывайте сделки по рекомендациям эксперта и аналитиков. Все. Будете выставлять касаемые рисков. Вам расставляют касаемые рисков торговли? Ну, конечно, какие там риски надо в торговле катать. Ну, у вас этот вопрос я не решовал, то есть до этого, да? А какие? Я же не разбираюсь. Какие риски в торговле хотите? Ну, смотрите, касаемо того, касаемо положения тенденции. То есть касаемо того, цена растет, либо падает. Да. Вот, понимаете? Ну, конечно, как. Ну, то есть как мы эти риски ограничиваем? Мы с вами непосредственно открываем сделку и выставляем ограничители фиксаторы убытка. Понимаете? А это что такое фиксаторы убытка? Это как это такое? Ну, вот представьте, ручка, листик у вас под рукой есть? Магомед. Да, 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 конечно, я же вот и хочу понять, что это такое. Давайте, разберемся. Да, я же все вот за письменный стол на меня есть. Ну, так записывайте, Магомед. Дай ей ручку, листик. Так, я пишу, конечно. Отлично. Смотрите, мы с вами открываем сделку на 10 долларов. Вот, представьте, цена... 10 долларов? Нет, я... Здравствуйте, Магомед. Мы с вами открываем сделку. Цена сейчас, в данный момент, на 10 долларов. А, ага, понял. Так. Написали, да? Да, на 10 долларов я записал, да? Да. Так вот. Естественно, мы с вами покупаем подешевле, чтобы продать подороже. Правильно? Ну, а так надо сделать, что ли? Ну, я же говорю. Мы с вами покупаем подешевле, то есть на 10 долларов, чтобы потом, когда цена пойдет выше, там, допустим, до 13, мы продали и зафиксировали прибыль. А, да-да-да, ну, вот теперь понял, да. Конечно. Так вот, смотрите, если вдруг мы с вами купили на 10 долларов, и цена пошла вниз, мы с вами заранее, перед тем, как открыть сделку, выставляем ограничитель убытка. А, да-да-да. Ой, если вот, допустим, цена заходит до 9 долларов, сделка автоматически закрывается, и у нас с вами убыток сколько? Ну, сколько, 9 долларов, вы же сказали? Нет, Магомед, мы купили за 10, цена дошла до 9, как у нас с вами убыток? Ну, если 10 было, минус 1 будет, 9. Все правильно, будет убыток всего лишь в 1 доллар. А-а-а, в 1 доллар. Да. А, это как, а так вот, жалко 1 доллар потерять, тоже, это же деньги хорошие как-то. Согласен с вами, но смотрите, какая ситуация. Какая ситуация? У нас по аналитике нашей компании, Магомед, 80% сделок идут в библию, и 20% с убытком. А-а-а, офигащая. Сами понимаете, ну, ситуации разные бывают, то есть, может получиться так, что какие-то форс-мажорные ситуации на рынке, когда 2 сделки могут уйти в минус. И вот, и смотрите, в таком формате мы их ограничиваем полноценно. А-а-а! То есть мы... Ну вот. Я понял. Погоняйте. Ну, хорошо. Теперь представьте, для ограничения убытков и ограничения рисков мы используем правила 1 к 3. А-а-а. Когда наш фиксатор прибыли, 3 раза больше, чем ограничитель убытка. А-а-а, понял. Интересно. То есть смотрите, допустим, мы с вами открываем 10 сделок. Так. Напишите. Напишите. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Напишал. Один, два, три, десять. Я написал 10. Да. 10. Все правильно. Все правильно, Магонез. Так вот. 8 сделок это 80%. А-а-а. Нам у нас с вами прибыль превышается в 3 раза. То есть каждая сделка нам с вами приносит плюс 3. А-а-а. Так. А-а-а. А остальные две, девятое и десятое, в убыток минус 1. А-а. А-а. Ну, тогда 3 плюс 1, да. В принципе, да. В смысле 3 плюс 1? Ну, вместо 1, 3 плюс будет, не, минус 2. 2, 2 получается. 3 минус 1 будет 2. Нет, Магомед, неправильно. 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 Вот смотрите, первые 8 сделок, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, у них, в этих сделках, у нас с вами прибыль плюс 3. А в остальных минус 1, то есть девятое и десятое. А-а-а. Понимаете? Да, да, да. То есть общий убыток у нас минус 2, а общая прибыль составляет плюс 24. А-а, да, да, да. И то есть даже с учетом того, что у нас с вами есть убыток, наша прибыль его перекрывает. А-а. И чистый доход составляет 22 доллара. А-а, вот. А я это не понял просто сразу. Ты только не понял. Магомед, вот так мы ограничиваем риск. Я вас понял, а, ну, нормально, но интересная ограничительность, конечно. Прекрасно. Магомед, в таком случае, можем с вами активировать вербовый счет, я так понимаю? Если это уже устраивает. Ну, конечно, да, активируйте, конечно, можете, да, я вам... Ну, давайте активируйте, конечно, ну, что вы. Ну, хорошо, вам подскажите, какая точная сумма у вас есть в данный момент на вашей карте? На какой катачке у вас не надо сумма что-то? Ну, виза, либо мастер-карта. То есть, какой пятер вы будете пополнять, пополнять свой брокерский счет? Ну, пополнять потом, конечно, пополню я, а как же. Сейчас сделаем активацию. Хорошо, давайте пополним. В чем проблема? Да, сначала, как вы говорите, активация, активация должна счета сделать. Так я подразумеваю, как раз-таки, пополнение счета, как под активацию. Нет, нет, активация, сначала, ну, как, пополнение, потом, надо же активировать сначала, ну, что вы. Ну, хорошо, вы хотите пройти верификацию? Конечно, а так же. Ну, активацию, чтобы сделать, активацию надо сделать. У нас же счета нет, надо, чтобы активацию... Я же, а, вы, наверное, я вам не говорил, у меня нету счета, мне надо сделать активацию счета, а потом я пополню его, конечно. Ну, все правильно. Да. Ну, хорошо, давайте активируем ваш торговый счет без проблем. Конечно, давайте активировать его будем. Хорошо. Смотрите, я тогда в данный момент вам сейчас активирую счет на торговой платформе. Секунду. Давай, сейчас. Так, сейчас, сделаем. А у вас, кстати, скайп есть, Магомед? Сейчас нету скайпа. Нету скайпа, да? Нету скайпа сейчас. Так, хорошо. Смотрите, я вам тогда сейчас вышлю вам на почту. А вы пользовались такой программкой, если скайпа нету? Программкой называется AnyDesk. Как AnyMove? AnyMove? Any... Any... D-E-S... А, да, 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 нет. Не пользовались, да? А зачем это вот? Смотрите, я вам помогу зайти в ваш торговый терминал. Покажу, как все выглядит. А я сам могу. Я что там, терминаторы будут, я не видел, что ли. А, вы уже находили на торговый терминал? Ну, а какой именно? Вы же сказали, терминал просто торговый. Это, смотрите, в магазине, в магазине стоит такой большой такой, прямоугольный. Нет, Магомед. Это торговый терминал, через который как раз таки и ведутся межбанковские торговли. А, ладно. Ведется межбанковская торговля. А, то есть мы торгуем на X-Critical, MetaTrader 4 и MetaTrader 5. А, это чё? А что это за хоро, это чё такое вообще? Ну, это торговый терминал. А, ладно. Так, я вам покажу, что это такое. Покажите. Можем с вами через скайп созвониться, либо посмотреть через Anides. Да нету скайпа-то, скайпа нету у меня. Нету? Ну, тогда смотри. Можно я разберусь, потом разберусь с терминатором сразу. Магомед, ну так давайте сейчас разбираться. В чём причина? А, смотрите, вы сейчас, у вас айфон или андроид, Магомед? Андроид? Хорошо. Зайдите сейчас в Play Market. Да нету, нету, это, в этом телефоне невозможно. Да, я же уже знаю, ну что ли. Что в телефоне невозможно? Это вообще, вставить телефон у меня, говорю, сейчас. Это в нём никак, вот это, нету вообще. Так через андроид можно заходить, скачивать. Как им пользоваться, Магомед? Всё очень просто. Нет, надо телефон не установить никак. Я уже пробовал. Надо бы простые вещи, просто не установить никак. Что-то установить не получается? Конечно, да, не установить никак. Ага, слушайте, я понял. Ну, а как мы тогда с вами начнём торговлю? А вы мне пока расскажите, как будет производиться... А, активация, ну что такое активация торгового счёта? Что это такое? Смотрите, я вам создаю ваш торговый счёт. Где? Вы на торговом терминале, то есть на торговой платформе, на которой вы будете торговать. А что подразумевается под словами торговый счёт? Это как понять? Ну, всё очень просто. Вам создаётся торговый счёт на торговом терминале, через который вы будете выходить и выводить свои деньги на межбанковский рынок. То есть, ну, знаете, вот в своей банке различных стран там ведётся межбанковская торговля. Вот, допустим, как ситуация в данный момент в Европе и в России. Приведу к примеру, мы же слышали про спецоперацию. Такая у всех на слуху. Какая спецоперация? Война между Россией и Украиной. А, это когда мы хохлов там бомбим? Хохлов бомбим, вы имеете в виду? Ну, не знаю, я на самом деле не назвал бы так. Я сейчас придерживаюсь более таких нейтральной позиции. А, касаемо... Ну, вот, вы слышали про это, да? Я слышал, а вы из какого города звоните? Из какого города звоните? Город какой? Я вам звоню из Москвы. Ну, корпоративная связь и телефонная. Знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Знаете? То есть, меня соединяются с свободной сим-картой, и я до вас дозваниваюсь. Понимаете? Айпи-телефония. Нет, айпи-телефония работает по-другому немножко. А как работает айпи-телефония, Магомед? Ну, я сейчас не буду объяснять. Это ни к чему, просто объяснение ни к чему. Согласен. Согласен, Магомед. Тем более, что вы, возможно, знаете, на самом деле, как работает айпи-телефония. Возможно, знаете. Так я же вам объяснил. Ну, вы мне сказали одну информацию, но есть и настоящая информация, как работает айпи-телефония. Так как? Давайте не будем. Расскажите. Давайте не будем. Нет, давайте, Магомед. Давайте, давайте. Я вам объяснил, как она работает. Ну, хорошо, пускай, не работает так. Потому что я так понимаю, Магомед. Ну, хорошо, давайте так. Вот, как вы сказали, вы так думаете, что она так работает. Пускай так будет. Это... Нет, если я не правильно думаю, то лучше меня, ну, как бы, элементарно покажите. А я просто объяснять сейчас. Это... Я сейчас запутаюсь сам там терминами этими. Я не люблю эти термины. Захватывайте, прочитайте просто в гугле, забейте, да и все же, что она работает. Что такое айпи-телефония? Да. Если вам надо, я не понимаю, что вам надо знать, как оно работает. Просто оно ненужное информация. Ну, а зачем забивать себе голову, это ненужное информация? Собственно, как вы сказали, ну, допустим, вы так и думаете, ну, пускай будет так, в конце концов, ну, это не имеет значения, в принципе. В нашем контексте этого разговора, нашего с вами, или возможного разговора вами с каким-то другим человеком, которому вы позволите по примерно такой же, по такому же вопросу, как сейчас со мной разговариваете. Ну, в принципе, в принципе, да, компания предоставляет такой вариант, поэтому я назову них через такой. Ну, да, да. Я могу предложить звонить в скайпе, пообщаться через скайп. Нет, нет, а вы из какого города звоните? Скажите, пожалуйста. Я вам звоню из офиса в Москве. Нет, я понял, что вы просто раз, вы много раз уже сказали из Москвы, вы понимаете, какая ситуация? Ну, раньше понятно, откуда вы звонили, раньше, ну, раньше, давайте раньше. Откуда? Ну, понятно. Вот интересно, сейчас откуда вы звоните, понимаете? Вы же понимаете, о чем я говорю? Ну, правда, интересно, серьезно, просто вот интересно, откуда сейчас-то звоните? Магомед. Я вам звоню из Москвы. Ну, хорошо, ладно, ладно, из Москвы, ладно. Ладно, из Москвы хорошо. Ну, ладно, ладно. Я просто думал, ну, не из Москвы. Я надеялся, что вы скажете, что не из Москвы. Магомед, мне кажется, вы что-то недоговариваете. Мне же нечего не договаривать, я вот открытый, как есть. Это же не я, что-то вам предлагаю, какую-то деятельность, работу, как вы говорите. Не я, а вы мне, поэтому мне это что. Ну, смотрите, Магомед, я бы вам не звонил, чтобы вы свои данные не оставили. Ну, конечно, ну, конечно же, я их оставил для того, чтобы вы мне позвонили, понимаете. Ну, может, не вы лично, ну, кто-то из ваших коллег, чтобы мне позвонил. То есть, конечно, я специально оставил данные, чтобы мне позвонили, естественно. Ну, смотри, вы в последний раз отреагировали, вы прошли регистрацию, касаемо на получение сервисов по СМС-сигналам и персональной консультации по онлайн-торговле, правильно? Ну, конечно. Ну, тогда, ну, я просто не понимаю. Не-не-не-не, ну, хорошо. Как, ну, это, на чем остановились? Как происходит активация? Что под... Вот поподробнее, пожалуйста, скажите, что, по словам активация счета, вот, что под этими словами имеется в виду, активация счета? По подробнее, пожалуйста, вот, ну, чтобы я понимал. По... Да. Посмотрите, у нас в компании такое понятие есть активация торгового счета. Да. То есть, после этого, после которого вы можете полноценно начинать торговлю, правильно? Я не знаю, правильно это, неправильно, я не знаю это, правильно ли это, правильно. Хорошо, я понял. Хорошо, Магомед, я вас услышал. Смотрите, для того, чтобы начать торговлю, необходимо инвестировать какую-то сумму, для которой вы будете приобретать финансовые активы, то есть финансовые инструменты. Нет, это я понимаю. Вы понимаете, сейчас я вас перебью, извините. Вот есть активация счета, а есть пополнение счета. Вот я так понимаю, что это две разные вещи, очень разные. Я правильно понимаю? Ну, в моем понимании нет. Потому что после пополнения торгового счета вы можете приступать к работе. А без пополнения торгового счета, то есть без, условно говоря, активации торгового счета, вы не можете этого делать. Понимаете? Вот это вот я не могу понять. Смотрите, у меня сейчас нет никакого счета. Для того, чтобы он возник, появился, его нужно активировать. Вот я активировал этот счет, появился счет. Дальше я пополняю счет средствами, и после этого покупаю активы, инструменты, как угодно их можно называть. Акции, облигации, там и так далее. Но это же так должно быть? Или я не прав? Ну, все правильно. Все правильно, да. Значит, сначала активация торгового счета. В целом, смотрите, в принципе, весь процесс создания вашего торгового счета и пополнение его, это и есть, по сути, процесс активации. То есть процесс, благодаря которому вы можете приступить к работе. Верно? Неверно. Ну как неверно, Магомед. А я вам тогда еще раз попытаюсь объяснить. Значит, какой-то, то есть счет, вы называете его торговый счет. То есть у меня должен возникнуть, то есть, как вы называете, торговый счет, вы называете его или как? Ну, у меня торговый, это или не торговый счет? Ну, счет. Смотрите, счет, через который вы будете торговать и выводить свои деньги на месторанковский рынок. Магомед. Я понимаю, он называется у вас торговый счет или как он называется? Он называется по-разному. Это может быть брокерский счет, торговый счет и так далее. Понимаете? Ну, хорошо. Брокерский счет, по вашим понятиям, брокерский счет это синоним? То есть это то же самое, что торговый счет или нет? Это разные вещи. Это похоже между собой, да, это синонимы, я считаю, что это синонимы. Так, вот одно и то же, все, выясним. Давай, чтобы вы называете его брокерский счет. Так, нормально? Давайте. Нормально. Вот чтобы, значит, у меня брокерского счета в вашей компании нету. Мне надо его создать. Ну, создать-то, значит, ну, видимо, активировать. По-другому, так, то есть создать. Раз его нету, значит, его надо создать. Потом появился этот торговый счет, ну, это называется, видимо, активировать или создать. Ну, пускай будет создать торговый счет. Потом уже, потом, потом его пополнять деньгами, средствами, я его пополняю. Ну, потом уже дальше там покупают, там, инструктивы, активы. Ну, разве не так, вот как я сейчас сказал, разве это не так делается? Ну, я вам это только что объяснил. Ну, я оформлю, что мне объясняли. Просто, понимаете, мы уже в каких-то терминах запутались. Либо вы меня запутали, либо вы запутались, либо я запутался, либо вы меня запутали. Но все-таки сначала счет создается, потом пополняется. Или вот какая-то другая последовательность. Ну, конечно же, конечно, создается. Ну, конечно же. Что вы будете пополнять, если у вас не с чем-то? Правильно, вот, как я это хотел услышать от вас, понимаете? Так поэтому давайте мы его создадим тогда, этот счет. Надо же сказать, знаете его счет? Чтобы это был счет, брокерский счет. Он называется брокерский счет, видимо. Давайте создадим, я хочу увидеть реквизиты этого брокерского счета, соответственно, и потом я, естественно, я их пополняю. И после того, как я их пополняю, мы, естественно, дальше начинаем покупать эти активы там и так далее, и тому подобное. Хорошо, хорошо, Магомед. Слушайте, тогда давайте с вами зайдем непосредственно на торговый терминал. Я вам покажу, где будут отгружаться ваши финансы, как вы будете торговать и на чем, в первую очередь. Вы можете мне ссылку сбросить сейчас на мою почту? На почту ссылку сбросить из этого терминала. А вы можете вот так посмотреть без проблем. Можете даже в Установите просмотреть. X-Critical называется. Либо MetaTrader4, MetaTrader4. Да, нет, а вы мне можете ссылку сбросить на почту, ссылку на терминал, через который, на котором я, предполагается, буду покупать активы, инструменты. Ну, смотрите, вы можете записать и прямо сейчас даже взять и скачать эти торговые платформы, торговые терминалы. Прямо у вас в телефоне, представляете, в плей-маркете есть. А, я знаю, что они в плей-маркете есть, конечно. Но я просто говорю, вы мне ссылку дадите на... Ну, понятно, у меня терминалы... У меня торговые терминалы. Да, торговые терминалы скачаю. Ну, окей, ну, это не сложно сделать. Ну, однако, хорошо. А как создать торговый счет-то? Ну, с терминатором вам понятно. Я знаю, он с плей-маркетом. Да, с плей-маркетом есть. А торговый счет создать-то, как его создать-то? Я вам приведу... Смотрите, у нас тут все делается в МТ-компании, то есть с нашим банком-партнером. У вас конкретно идти в свой процесс создания или что именно? Так мне надо... Так счет-то как мне создать счет-то, понимаете? То есть вы говорите мне сейчас... Смотрите, я хочу пополнить свой счет. Чтобы пополнить, надо его создать. Я просто спрашиваю, как его создать, где его создать-то? Смотрите, давайте так. Это все делается внутри нашей компании в финансовом отделе. Я тонкости создания данного счета не знаю. А, вот. Скажу. Я понял. Поэтому я вас могу перевести на финансовый отдел. Вам эксперт более подробно расскажет о формате работы. Ну, хорошо, давайте так. Мне же надо создать его, активировать потом. Создать, активировать, потом выполнять. Смотрите, да, все верно. Смотрите, то есть у нас в компании, то есть как именно все это происходит, я честно вам скажу, полноценно не знаю данной информации. Не могу вам полноценно ответить и дать хороший, правильный ответ на ваш вопрос, понимаете? Магомед. Понимаю. Вот, понимаете, слушайте. Хорошо, прекрасно. Поэтому, смотрите. А я сейчас скажу, есть ли свободные специалисты в данный момент в финансовом отделе? Если есть, я вас переведу и предоставлю вам данную информацию. Ну, конечно, давайте так. Да. Все. Подождите момент, я сейчас приду запрос. Продал я одну акцию. Эту. Ой, она не продалась. А что она не продалась? Нет, веру, продалась. Значит, надо было продавать. Радно, пошел. Алло. 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 Ой. Алло. А не слышно ничего? Ой, что это так. Может, что-нибудь купить? Алло. Алло. Ой, блин. Алло. 28. 5. 65. 62. Алло. 28. 33. Алло. Ну, не слышно ничего. Ну, куда вы пропали-то все? Ну, что вы? Я же не могу так долго держать этот телефон. Павлика. Я же так, ну, что вы? Алло. Ну, нету никого. Ну, что вы? Алло. Ну, алло. Ну, дайте, поговорите со мной кто-нибудь. Хоть кто-нибудь поговорите с Богомедом. Алло. Ну, блин. Ну, алло. Ну, алло. Алло. Алло, Магомед, а что вы сбросили? Я вас переводил на финансовый отдел. Да я вас жду-жду, жду-жду. Я жду-жду. Никто не говорит. Ну, не подождите. Все, ждите, перевожу. Ага. Жду. Я виноват еще. Алло, Магомед, добрый день. Здравствуйте, представлюсь. Меня зовут Антон Срезов, представитель финансового департамента Международной финансовой компании «Лаймафольф». Подскажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Только меня к вам перевели, сказали, что вы мне скажете это. Я понял вас. Так вот, скажите, пожалуйста, в чем у вас возник вопрос, какую информацию мне нужно вам предоставить? Ориентируйте. А, так вот молодой человек, Алексей, это, сказал, что это. Угу. Что вы мне объясните, как это, надо счет активировать. Угу. Я понял. Смотрите. Вы, я так понимаю, регистрировались в нашей компании для получения информации, правильно? Как понять информацию? Ну, я, чтобы, чтобы счет открыть, для того, чтобы открыть счет. Угу. Я понял. Смотрите. Ваш торговый счет открывается у нас на платформе. Создается вам сегрегированный банковский счет. Знаете, что такое сегрегированный счет? Не знаю. Я не знаю. Не знаете. Хорошо. Объясню вам. Сегрегированный банковский счет – это банковское речи, что в банке-партнере отдельно от средств брокера. То есть, ваши денежные средства, которые находятся на депозите, они хранятся как на банковском счету. Банки-партнеры. Нашим основным партнером является крупнейший британский банк HSBC. Поскольку у нас международная финансовая компания, головной офис нашей компании находится в Лондоне. Соответственно, в банке-партнере открывается ваш торговый счет. Доступ у вас к торговому счету единоличный. То есть, посредством личного кабинета у вас, во-первых, создается аккаунт, верификация проходит, аккредитация торгового счета. И, соответственно, все ваши финансовые средства находятся на торговом счету. Понятно. Так, интересно, да. Замечательно. Касательно данного вопроса мы с вами разобрались, либо хотели бы какое-то более подобное уточнение? Ну, пока так примерно понятно, что... Реально понятно. Что находится в банке HNBC? Да, абсолютно верно. Мой счет в банке HNBC. Ну, хорошо, пускай это в банке HNBC будет находиться. Все, классно. Замечательно. Хорошо. Смотрите, я так понимаю, касательно финансового аспекта, мы с вами все вопросы интересующие вас уточнили. Я могу вас свернуть к вашему специалисту, который с вами работает, все верно? Ну, видимо, конечно, получается так. Видимо, я просто не знаю, как бы... Ну, просто, либо, может быть, у вас остаются какие-то дополнительные вопросы касательно финансового департамента. Я могу ответить на них, если у вас дополнительные вопросы остались. Так я же... Не, а я же спросил, а, вспомнил. Мне же, чтобы, смотрите, я же хотел пополнить счет. То есть, вот, его создать счет, активировать и потом пополнить. А что, мне пополнить? Да, мне же нужны реквизиты счета, вот этого, моего счета, сегрегированного в банке HNBC. Мне нужны реквизиты. А вот Алексей сказал, что реквизиты он не знает, понимаете? Я понял. Скажите, пожалуйста, вы планируете пополнять торговый счет посредством какой платежной системы? Ну, это банковская карта, а платежная система виза мастер-карт. Либо это может быть... Ну, поставь мастер-карт, а будет мастер-карт, Сбербанк мастер-карт. Сбербанк мастер-карт. Замечательно. Хорошо. Смотрите, пополнение торгового счета и вся подробная информация, да, касательно данного момента, вы можете ознакомиться, когда вам Алексей предоставит доступ к личному кабинету, чтобы вы могли посмотреть, как отображается ваш торговый счет, соответственно, реквизиты и способ пополнения. Он вам подробно эту информацию предоставит. А, так вот, так мне нужны реквизиты. Отображается, вы очень хорошо сказали, отображается счет. Именно отображается. А, чтобы пополнить, мне нужны реквизиты счета моего в банке, сегрегированного счета в банке HNBC. Понимаете? Ну, соответственно... Да, так я вот и хочу реквизиты получить, чтобы пополнить свой счет. А, чтобы пополнить, у меня же реквизиты надо получить. Я не могу пополнить сейчас. Тем более, я же не с карты буду пополнять, а со счета тоже своего банковского. Подождите, вы мне только что сказали, что вы планируете осуществлять пополнение посредством банковской карты Сбербанк, платежной системы, мастер-каут. Да, да, конечно, сказал. Конечно, сказал. Но просто вы же сами знаете, как, видимо, работаете в департаменте, что если это счет, то счет лучше пополнить со счета тоже. Это просто будет быстрее, чем с карты пополнять на счет. Вот и все. Смотря в каком случае вы рассматриваете процесс пополнения, как быстрее и правильнее. Правильнее и быстрее пополнять посредством банковской карты. Это мгновенная операция. Это раз. Карты. Поскольку виза и мастер-карты являются нашими крупнейшими партнерами, пополнение последствий своих платежной системы осуществляется без комиссий. Это два. Близко всему виза и мастер предоставляют такой формат защиты, как 3D Secure. Знаете, что это такое, что это такое? Защита? Да, 3D Secure. Знаете, что такое 3D Secure? Или вам подробнее? Ну, защита какая-то? Трехлинейная система банковской защиты. Конечно. Но только если я буду повредить со своего счета банковского, то это вообще будет стопроцентная гарантия от возможных мошеннических действий. Минуя карты-то, понимаете? Так зачем карта-то? Это счета, карта-то же через... Хорошо, что ориентируйте меня, пожалуйста, тогда, Магомед. А как вы планируете в дальнейшем прибыли выводить? Тоже со счета... Ну, наверное, прибыли лучше, конечно, на карту, я думаю. Я думаю, что надо поблизать карту тогда будет. Конечно, карту, да. Понятно, что выводить лучше на карту, это будет мне быстрее, да. Это же будет броковский счет, броковский счет, ну, все с броковского счета лучше быстрее на карту будет, это я понимаю, конечно. Но безопаснее пополнить, безопаснее будет счета на счет. Замечательно. Хорошо, тогда давайте поступим следующим образом. Да, есть. Касательно формата работы, вы все интересующие моменты обсудите, уточните с вашим специалистом. Да, да. Когда будете готовы обсуждать формат пополнения, инвестирования и так далее, все, что связано с финансовой стороной вопроса, он переключит вас на представитель департамента. Скорее всего, это буду я, потому что в данный момент я не говорю. Если вы, может, департамент из других специалистов, в фильме департамента вам ответят на более, скажем так, более конкретно касательно пополнения. Да, да. Ну, я так, не вижу, только мне, ну, в данный момент надо мне открыть этот секретированный счет, создать или открыть, какие слова, как, ну, либо создать, либо открыть, одно и то же слова, с многими. Вы, да, вы, 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 чем беси банки, получается, раз он через банк, через этот банк у вас уделает. Ну, у вас на секретированный счет у меня там должен быть. Значит, вон это там открыть, ну, а как по другому мне. Смотрите, я вам, в принципе, озвучил этот момент, давайте посмотрим следующим образом. Давай. Вы уточните все интересующие и важные вопросы касательно формата сотрудничества. Да, да. И уже в последствии, когда будете готовы к активации торгового счета вашего брокерского товара. Так я готов, готов, конечно, я же готов, конечно. Готовы на данный момент активировать, пополнить ваш торговой счет, правильно понимаю? Ну, конечно, так я же говорил Алексею, конечно, но а как же, а что там такое? Я же на 100 тысяч хочу. Это же копейки, мужики. На 100 тысяч хотите? А на сколько, ну, а на сколько, я не думал на другое. Ну, вы вообще обсуждали формат того, ну, скажем так, формат работы, что вы для себя рассматриваете? С торговлю? С торговой? Трейдинг, либо же, либо же долгосрочные инвестиции? Ну, я думаю, я думаю, трейдинг. Я думаю, трейдинг. Да. А по каким инструментам будете осуществлять торговые Это мы еще с Алексеем не обсуждали, поэтому мы дошли. Давайте подступим следующим образом. Вы обсудите сначала все интересующие вопросы касательно формата работы, а в дальнейшем уже будем переходить к формату инвестирования. Да нет. Скажем так, в нашей компании есть определенная политика касательно того, что наши клиенты должны детально понимать и ориентироваться в направлении работы и взаимодействия. То есть мы с вами изначально не говорим о инвестировании. Мы изначально с вами обсуждаем формат работы. Как вы понимаете, что вы на себя рассматриваете? Потому что в дальнейшем при работе с вашим личным экспертом вам нужно, скажем так, понимать, как будет подходить полное взаимодействие. Поэтому давайте поступим все-таки следующим образом. Я вас соединю с Алексеем, вы продолжите беседу касательно формата работы, а в дальнейшем уже перейдем в формат инвестирования. Сейчас еще два слова скажу. Вы понимаете, просто все равно оно либо сейчас, либо потом еще нужно будет открыть брокерский счет. Поэтому какая разница, ну, сейчас его откроют или после того, как нюансы работы я выяснил. Это ничего не изменит. Понимаете? Поэтому я и говорю, что его можно сейчас открыть, торговый счет, и все. А дальше уже можно выяснять любые нюансы работы, сколько угодно. Он будет, торг будет, брокерский счет и будет, и все. Понимаете? Да, понимаю. Смотрите. В таком случае, мне даже со своей стороны тоже нужно сделать определенный запрос и уже пуском так ориентироваться. В Чинбисе банке, конечно. Мне, со своей стороны, не терять времени, да, если вы уже рассматриваете действительно информацию трону. Я вас понял, я же правильно понимаю, раз в Чинбисе банке в этом надо открывать счет, это же нужны мои все, мои паспортные данные, там все это надо. Ну, конечно, аккредитацию, конечно, аккредитацию тоже не входит. Да, 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 вот, я об этом, так я думал, он к вам переведет меня, и вы меня вот к этому всему и подведете, что вот эти все данные, чтобы мы его открыли, этот, ну, торговый и счет, ну, торговый, брокерский счет, он торговый и брокерский. Смотрите, для того, чтобы, ну, скажем так, было немножко проще взаимодействовать, я сейчас вас соединю с Алексеем, он предоставит вам рабочую почту, да, для того, чтобы вы могли предоставить данные непосредственно ему на почту. Я же не буду сейчас логично с ручкой, листочкой... Ну, конечно, конечно, я понимаю, конечно, но, что нужно на то, а со стороны документальных, со стороны документов в это другое, вот, поэтому он вас ориентирует, какие документы нужны будут для аккредитации, и уже в дальнейшем переведет на меня непосредственно, договорились? Ну, конечно, если что надо, да, да, вам же виднее, что надо. Конечно, я вас сейчас соединю с Алексеем, вы ждаете на линию. Я, да, будем с этим, клятвом, да, да. Ну, я думаю, что, вы видите, что-то есть, océrito, покинуем, да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да... Да, 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 да... Да. Да, 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 да. Алло! Ну, не знаю, сейчас надо. Ну, зачем? Ну, зачем? Воник, не знаю. Алло! Алло! Опять не крылается. Алло! 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 Ну, блин, алло! Можно ждать. Алло! Ух, чё, я должен ждать. Алло! Ну, чего вы не говорите-то ничего, ну? Сколько можно ждать? Алло! 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 Блин, я не буду... Сколько держать, чё телефон-то я на руках сказал. Алло! Алло! Блин, я устал, всё. Алло! Алло! Магомед, ну что пообщались? Он так долго ждал, 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 ждал. Никто трубку. Никто трубку сделал очень долго. Да, пообщались, конечно, пообщались, да. Ну, что решили? Так он сказал, вы мне скажете всё. Я говорю, давайте счёт сейчас создадим в банке. Он говорит, сегрегированный счёт в банке английском, великобританском, HNBC. У меня будет. Я говорю, ну конечно, я говорю, готов. Сейчас его давайте создадим, я сейчас пополню 100 тысяч рублей. Хорошо, давайте тогда формат работы с вами ещё дополнительно обсудим, мы уже начнём заниматься как раз таки вот этими моментами оформлениями. Давайте, конечно, конечно, давайте. Я ж только за. Конечно, как же. Так, что мне написать-то? Я ж... Алло! Опять кто-то пропаливает. Алло! Алло! Опять кто-то пропаливает. Про... сейчас вот это слово. Алло! Давай, не слышал? Вы пропадаете вы куда-то. На связи Юр Скотта. Боже мой, я тоже вас не слышу. Что-то со связью, да. Ну, бывает. Бывает. Ну, Магомед, слушайте. А сами вообще чем занимаетесь? Я же сразу же разговариваю, ну. Ну, по нему разговариваю. Я имею в виду в плане основного заработка. Вы же эту сферу рассматриваете как дополнительный, правильно? А я вам говорю, вот, до этого-то. Я же сегодня говорил, что я. М? Я же вам говорил, чем я занимаюсь. Нет. Нет. Я искал техник-технолог. А, точно. Техник-технолог. Да, я помню, что я говорил. А вы забыли. Ха-ха-ха. Слушайте, действительно, сейчас это... Ну, это бывает. Это бывает. Когда много клиентов. Когда только в полдень сидишь на телефоне. Разговариваешь. Я же знаю. Я понимаю, что. А что, вы работали менеджером? Вот таким, как вы? Ну, в смысле, таким. Нет. Ну, я просто уточняю. Вот таким, как вы, менеджером? Вы имеете в виду? Таким, как я? Ну, да. А, кстати, работа менеджера бывает разная? Разная? Вот он привел, что она разная бывает. Я поэтому уточнял. Менеджером на телефоне, таким, как вы, вы имеете в виду? Таким, как я. А я что, какой-то особенный менеджер или что? Ну, я, ну, как, в какой-то степени можно сказать, что особенный. В какой степени, Магомед? Ну, в какой-то самом, так, в своей, в особой степени какой-то. В своей какой-то степени особой. Что вы имеете в виду, Магомед? Вы как-то говорите, завалировано? Завалировано, да. Ну, я, как, ну, я, вот таким, как вы, менеджером, я не работал на телефоне. Вот так. В смысле? А каким вы работали? Ну, другим. Я, что ли, особенный менеджер, который работает через, ну, по телефону или что? Ну, пустой будет, не особенный. Вы сейчас придираетесь к слову особенно. Ну, пускай будет просто. Ну, вы, подождите, вы говорите, как будто бы я какой-то особенный менеджер, а я просто не... Ну, давайте, ну, давайте так, по-другому скажу. В таком качестве, как вы, я не работал по телефону, вот так. В качестве? В смысле, в качестве? В таком формате, хорошо, хорошо. В таком формате, в таком формате зарабатывание денег, в каком вы работаете вы, я не работал, вот так. Вы же работаете, вы же называете это работой, вы же зарабатываете деньги, за то, что вы работаете вот этим менеджером, вам же за это деньги платят, поэтому я говорю, в таком формате я не работал, понимаете? А разве, подождите, а разве работа менеджера должна быть неоплачиваемая? Конечно, оплачиваемая, любой труд должен быть оплачиваемый, только понятие труд, работа, труд, это, знаете, тоже очень такое. То есть, подождите, работа менеджера, то есть это не труд, вы хотите сказать? Конечно, само понятие менеджер, это специальность, да, или как она, профессия, специальность, я не знаю, как правильно, у меня же неполное среднее образование. Специальность. Вот, специальность, да. Поэтому, конечно, это специальность, конечно, за это какой-то... С чем я выделяю среди остальных менеджеров? Среди остальных менеджеров, которые находятся в офисе, в котором вы сидите? В целом профессия, в целом профессия, Магомед. Ну, у вас же своеобразная работа менеджером, скажем так. Ну, мне кажется, как и везде, как бы, везде работа менеджера, и задача менеджера тоже как бы одна, понимаете? Ну, просто продать свой товар, правильно? Продать, так сказать, продать свой товар, вы сказали? Ну, конечно, я вам предоставляю услуги компании, вы работаете с нашими экспертами, с нашими аналитиками, как бы... А какой, да, а какой товар вы продаете, ну, мне? Что вы мне пытаетесь продать? Касательно, смотрите, вы интересовались торговлей на бирже, правильно? В первую очередь, мы с вами это обсуждали, а торговля на бирже, как бы, подразумевает собой, ну, торговлю на каком-то торговом терминале. Плюс ко всему, от лица какой-то компании, правильно? Мы, в свою очередь, как компания, предоставляем свои сервисы, и как раз таки данные услуги я вам и собирался продать, потому что компания за эти сервисы берет свою комиссию, Магомед. А-а-а! А что, на тебе, под сервисы? Это что? Какие сервисы? Ну, то есть, работу с экспертом, аналитику дополнительную, по которой вы будете открывать сделки. То есть, вот в таком формате, Магомед. А-а-а. У других менеджеров, допустим, это то, что, допустим, моя задача, в чем заключается. Задача других менеджеров заключается в том, чтобы продать, допустим, ну, я не знаю, кто-то торгует вообще, а-а-а, можно быть, вот эти, ну, материалы именно заказывают. Да, вот это, да. То есть, холодильниками и так далее, понимаете, продает это. Ну, это да. Ну, это да. Мы же заключается именно в этом. Ну, понятно, да. Ну, я понял. Так, подпишите мне на вопрос, Магомед, в чем я такой особенный? В знаниях? В знаниях в другом. Я просто не могу понять вас. Да нет, ну, вы придираетесь к слову. Давайте забудьте вы слово особенный. Все, не было слова особенный. Особенно это, 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 не к месту было вставлено слово особенное. Не особенное, а просто специфическая работа менеджера, которой вы занимаетесь. А в чем она специфическая? Здравствуйте, окей, пускай она будет не специфически, просто. То, то, чем вы занимаетесь. Давайте так назовем. То, чем вы занимаетесь. Ну, работаю. Ну, вы считаете, это работой, конечно, да. Пускай это будет называться так. Ну, ну, вы говорите, то есть, а вы считаете, что это не работа? Мы, давайте, вот понимаете, мы, давайте не будем в эту тему сейчас уходить, потому что... Нет, вы сейчас просто смотрите. Вы сейчас говорите, что мой труд, моя работа, которой я занимаюсь, это какой-то... Что это такое? Что вы имеете в виду? Вы мне ответьте прямо. Я не могу просто понять, что... Нет, я... Я вам позвонил, потому что вы оставили свои данные. Да? Понимаете, вы оставили свои данные. Конечно, оставил, да. Я их поэтому хотел. Вы... Смотрите, Магомед. Магомед, вы оставили свои данные, как раз таки, по персональной консультации, по онлайн-торговле. И смс-сигналом по высокодоходным активам. Да. Понимаете? Вот. И вы интересновались этим направлением, правильно? О, так я вот, я и хотел сейчас сказать о том, что давайте перейдем больше вот к консультивному разговору. Так подождите, так почему вы тогда говорите, что это ваше дело? То есть, подождите, вы хотите сказать, что я как-то выделяю себя какой-то особенно, или что, Магомед? Вы как будто бы выделяете мою работу менеджера от других, но хотя это, по сути, все от других тоже. Нет. Работы... Ну, они все разные. Работы-то... Понимаете, они все разные бывают. Почему разные? Ну, я же знаю, я же видел разные работы менеджеров. Что вы знаете? Работы менеджеров разные. Ну, а подождите, задача менеджера всегда одна, Магомед. И чем я отличаюсь от других менеджеров? Ну, хорошо, давайте так... Нет, Магомед. Нет, Магомед. Да. Мне просто очень некрасиво. Понимаете, я хочу узнать ответ на этот вопрос. Почему? Так я же вам ничего такого не сказал, собственно. Такого-то, я же вам ничего не сказал. Почему так, чего-то за дело, не знаю. Но вы говорите, если вы называете это труд, трудом, я не знаю. Скажи, называете это работой? Ну, смотрите, окей, ну пускай это будет работой. Смотрите, ну... Нет, Магомед, вы это сказали. Да, да, нет, нет. Окей, я конечно сказал. Сказал, конечно сказал. Ну, ну пускай это... Это же... Ну, как я это вижу, я это вижу, так... Другой это видит, это по-другому. Вы это видите. Вы сказали, что работа... Одних менеджеров это работа. А моя работа это не работа. Это... Я не говорил, что это не работа. Я говорил, у нас специфическая... Вы сказали, что это будет вашим делом, это не труд. Специфическая. Я не говорил, что это не труд. Вы мои слова сейчас переворачиваете. Ну, вы потому что так и сказали, Магомед. Я не говорил, что не труд. Я сказал, специфическое, говорю слово. Ну, давайте оставим эту тему, потому что это ни к чему это разбирать. Ну, конечно, это ни к чему, ни к чему, Магомед. То есть... То есть... Вас это устраивает, это устраивает, это же, ну... Что меня может устраивать, Магомед? Чем? Ну, потому что работа вообще менеджеров, вообще разных менеджеров, она отличается своей спецификой, конечно. Чем? Ну, кстати, сам один, вот как вы по телефону названивает другой, ну, не по телефону, а по компьютеру что-то делает другой, онлайн, все это не оффлайн, как вы, или как это называется, правильно? Ну, то есть живьем там встречается. Вот, допустим, у меня был один знакомый. Он сам лично приезжал к клиентам. Понимаете? Беседовал с ними. Прямо вот домой приезжал к ним. Он тоже, он тоже менеджер. Вот я это и веду. Ну, практиковались личные встречи, конечно. Вот, да. Я... Да, вот так и говорю. Ну, и вы хотите сказать, что, ну, это не работа, или это не труд, или... Не, конечно, конечно, ездить, конечно, все... Это все очень тяжело. Очень тяжело, конечно. Я знаю. Что? Что тяжело? Все сговаривать, объяснять, предлагать, так вот это все. Ну, это обычная работа менеджера. Я просто, ну, не могу... Ну, пускай это будет обычная, ладно. Я просто... Ну, я... Пускай это будет обычная работа. Ну, например. Да. Ну, вы... Что вы имеете в виду? Ну, я просто уже не знаю, что вы имеете в виду. Понимаете, вы цепляетесь по словам как-то... Ну, потому что, смотрите, вы напрямую, ну, вы косвенно, косвенно пытаетесь как-то, я не знаю, сказать, что я... Я какой-то... Ну, что... Что? Что? Я хочу понять, что вы имеете в виду. Да ничего, понимаете? Я вам что предлагаю сейчас? Вернуться... Вернуться... Магомед. Магомед, нет. Вы просто взрослый мужчина, взрослый мужик. И... Не могу ли я напрямую мне что-то сказать или что? Я не могу понять. Нет! А почему? Я просто не знаю, что сказать напрямую. Понимаете? Я не знаю. Как... Что вы хотите от меня услышать напрямую? Не знаю. Понимаете, какая ситуация? С тем более, что... Я бы вообще, думаю, что... Лучше сейчас перейти к тому, что... Я уже забуду, про что я вообще говорил. Понимаете? Я, так говорю, про счет начал говорить. А мы сейчас возьмем какие-то дебри там... Про счет. Вам что ли финансовый отдел не объяснил, как устроен счет? Почему? Так он сказал, вы мне скажете. Я вам сейчас спросил, я говорю, я хочу активировать, создать. Создать хочу счет. А он говорит, у нас у вас счет будет в великобританском банке HNBC. Сегрегированный. Я говорю, ну окей, пускай будет. Хорошо, конечно. Он с обходом. Он у вас все устраивает. Я говорю, конечно устраивает. Он создает... Его создает в французской программе наше финансовое дело. Ну он сказал, HNBC банке в великобританском. Сегрегированный. Да. Я говорю, ну конечно, давайте создадим. Он говорит, а вы знаете все тонкости работы? Я говорю, ну... А вообще все тонкости работы не знаю. Но, я говорю, подождите про тонкости работы. Давайте, раз уж давайте начнем, по порядку будем делать. Давайте сейчас создадим счет, а потом уже в процессе мы уже будем, подойдем к работе. К самой специфике работы. Тем более, что все равно, хоть сейчас счет создавать, что потом все равно будет создавать, все равно будет на это время потратиться. То есть надо там документы все подвязать там. Ну... И так далее. И он говорит, что... Нет, вы это самое... Говорите сначала вот с вами, с Алексеем. Он говорит, уточняйте все тонкости работы. Я говорю, да мне не надо тонкости. То есть тонкости надо, но раз уж мы взяли... В общем, подождите, я не этим занимаюсь. Я вас перенаправил на финансовую отделку. С вами как раз того, какого формата работаешь. Такого? Ваш кабинет. Просто смотрите, в каком формате у нас создается счет. При создании личного кабинета на вашей торговой платформе вам автоматически по партнерской программе, так как наша компания сотрудничает с этим банком, вам автоматически открывается дополнительный брокерский счет, который вы пополняете как раз таки через свой личный кабинет. Ну, хорошо, конечно. Ну, я же... Я так и сказал ему, что мне нужны реквизиты этого счета, чтобы пополнить его, конечно. Я же говорю, создать счет. Естественно. Нет, так они автоматически отсылаются на ваш брокерский счет. Магомед. Что? Вы смотрите, любезно. Вы создаете ваш личный кабинет. Он создается у вас на платформе. Конечно. Через этот личный кабинет вы уже по сегрегированному счету отправляете и присылаете себе деньги. Понимаете? Нет, вы сейчас, видимо, запутались или не знаете, или меня хотите запутать. В личном кабинете и платформа. В личном кабинете отображается счет. Не находится счет, а отображается счет. Понимаете? А счет... Таким-то вам это и сказал, Магомед. Да. А счет находится в великобританском банке HNBC. Сегрегированный. Вот. Вот чтобы его создать этот счет, но счета там нет, у меня же нет там счета. Понимаете? Вот чтобы пополнить этот счет, его сразу создать. Вы меня слушаете, Магомед? Конечно. А как же? Ну, как вы меня... Вы меня слушаете, но не слышите. Зачем я слышал? Ну, как что? Ну, я же вам объяснил, что компания, так как сотрудничает с этим банком на протяжении долгого времени, при создании личного кабинета, вам автоматически открывается этот счет. И так как счет сегрегированный, вы можете прямо из своего личного кабинета пополнять ваш счет и, естественно, выводить... А, я понял. Нет. Но это... Понимаете? Я вас понял. Личный кабинет, то есть как бы... Ну, хотите сказать, что создается личный кабинет, и когда создается личный кабинет, то автоматически создается счет сегрегированный в банке HNBC? Вы это хотите сказать? Да, да. Я вам это не говорю. Ну, понимаете, это технически так не может быть. Я все-таки в банке работал. Ну, как бы так не бывает. Понимаете? Ну, если даже такой может вдруг существовать, то, как бы, он не может создаться счет в банке сегрегированный. Великобританский HNBC. Пока я не... Вы работали в этом банке, Магомед? Нет, в этом банке я не работал. Пока не будет мои данные, паспортные данные... Тогда я к вам вопрос, Магомед. Тогда у меня к вам вопрос. Я понял. Если вы не работали в этом банке, как вы можете это утверждать? Нет, но я просто знаю, как вы все работали в этой системе, понимаете? Ну, Магомед, боже мой, друг. Нет, вы просто смотрите. Вы говорите, что вы работали в банке техником-технологом. Я осуществил. А еще космонавтом были, да? Нет, я осуществил в банке работать. Скажите честно. Вы из другой компании? Хотите украсить скрипт работы? А что сделать? Не понял. Вы мне звоните из другой компании, Магомед. С какой компанией? Это как? Из другой братьевской компании. Вы хотите украсить скрипты? А, да ну что вы. Не дай бог. Зачем мне это надо? Ну что вы? Зачем? Зачем мне это надо? Я не могу. Магомед. Мне кажется, вы врете. Наверное, вы скорее всего менеджер из другой компании. Нет. Да ну что вы. Зачем мне это надо? Я не могу. Магомед, я вас понял. Я не могу таким заниматься. Удачи, я понял. Не-не-не, я не могу. Да не-не-не, ну что вы. Я... Магомед. 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 Продолжение следует...